Добрый вечер! Сегодня у нас пятое завершающее занятие по книге Рава Ширки Бе-Одмуэд, и мы разбирали Шира Ширим, мы успели разобрать две главы, и в этих двух главах, согласно Раву Куку, описывается общая фабула, общая основная идея песни песней, а дальше идет уже как раз описание то есть как в песне-песне зашифрованная история Израиля, и вот это я вкратце перескажу с помощью Нехама, а потом мы перейдем уже к разбору комментариев на последнюю восьмую главу, там где уже собственно все подходит к Мартикуну, к концу исправлений и так далее. Итак, по толкованию Рава Кука первые две главы описывают общие идеи песни-песни, а с третьей идет история народа Израиля, причем в основном это идет история Геулы и параллельно история первой Геулы, исхода из Египта и последней Геулы, то есть уже возвращение Сиона XX века. Ну, на что тут нужно обратить внимание, да? Ну, на ложе моем по ночам искал я того, кого любит душа моя, то есть Кнесет Исраиль ищет возлюбленного, то есть своего, то есть Всевышнего, да, и в конечном итоге, в конечном итоге, ну, тут описывается пустыня, странствия по пустыне, и потом они таки поднимаются, строят государство, и потом вот эта первая Геула приходит к своей полноте во времена царя Шлома, да, как известно, когда есть первый храм, когда есть мир на земле там со всеми народами, все народы приходят к царю Шлому, чтобы приобщиться к его мудрости, то есть здесь уже такая как бы финишная прямая, вот, но тем не менее, тут мы видим, что есть какие-то проблемы, да, вот это описывается в 7 стихе 3 главы, вот ложа Шлому, 60 храбрецов вокруг него, из храбрецов Исраилевых, все они держат меч, у каждого меч на бедре его ради страха ночного, то есть, несмотря на такое совершенство, оно все-таки неполное, есть какой-то страх, которого нужно опасаться, и Раф Кук пишет, что это вот как раз влияние, ну да, Раф Ширке основывается на комментарии Рафа Кука, что это влияние других народов, которые еще полностью не исправлены, вот, и они приходят, но тем не менее, да, и главная, собственно, проблема, как Раф Ширке описывает, которая была во времена Шлома, во времена первого храма, то есть, есть такое понятие важное для Рафа Кука, это святость общности и святость частного, святость личности, так вот, в те прошлые времена, как бы, личное мышление вообще, в принципе, было не развито, да, например, мы читаем в Торе самое страшное наказание, это называется корет, то есть, отсечение души от социума, и для нас это, как бы, не очень понятно, и современные комментарии говорят, что это что-то такое духовное, там, отсечение корня души, но Раф Ширке говорит, что если подумать, вот, в те прошлые времена, действительно, человек, которого изгоняли из социума, он просто был обречен на смерть, да, и поэтому все люди, не только евреи, они чувствовали себя, ощущали слитыми с общностью, со своим народом, с каким-то коллективом и так далее, и поэтому у них особо не было развита вот именно святость частности, то, что называется, или святость личности, и поэтому совершенство было на уровне общности, и мы видим это, потому как это описывается в Танахе, где описывается период первого храма, но при этом в частной жизни у каждого отдельного представителя Израиля было много проблем, и опять же их описывают пророки, которые критикуют народ за то, что в их частной жизни не так проявляется святость, и вот это в итоге стало причиной разрушения первого храма и вавилонского плена, потому что как раз в состоянии Галута, в состоянии Галута, то есть Галут, он является как бы разложением общества на какие-то единицы или какие-то малые единицы, и там как раз, чтобы выжить, приходится укреплять вот эту частную святость. То, чего как раз не хватало в период первого храма, в этом была проблема, и поэтому для того, чтобы восполнить вот это недостающее звено святости частности, был разрушен первый храм, и народ был введен в Галут, вот как первый Галут вавилонский 70-летний, так по большому счету и следующий вот этот двухтысячелетний Галут. Вот так, я понял, Нахана, может быть… Да, да, я думаю, вы согласны, да. Так, и тут есть еще, да, вот такой важный, важный послуг, это 4.7. «Кулах, яфара, айати, вся ты прекрасна, и нет в тебе изъяна». То есть «прекрасна» кносит Исраиль именно потому, что «вся», то есть если смотреть на нее в целости, то в ней нет изъяна. Но, тем не менее, возникает само вот это понятие «поиск изъяна», да, что если «прекрасно» было бы написано «все, ты прекрасна», да, но тут, во-первых, написано, что это «прекрасна» именно вся, и что нет изъяна. Это значит, что есть какой-то потенциал появления изъяна, и чтобы его не было, нужно посмотреть на общность Израиля в целом, да. Но это мы читали еще в Хумаше, да, вот в истории с Беламом, да, который все время хотел преподнести, показать Израиль как ущербный, глядя на него, на какую-то его часть, да. И выясняется, что если смотреть на его в целости, то он весь совершенен, да. Ну и, как сказано МХ, Кулам, Садиким, весь твой народ, все праведники, то есть святость общности, да, безупречность общности, она на тот момент достигалась проще, да, а проблемы были вот именно изъяны были в частном. Ну, да, и просто хотел добавить, что в частности храм выражал именно святость общества, в общности, это единый храм, если в какой-то другие периоды разрешалось евреям частные жертвы, то, что называлось жертвами висота, то, когда построен уже был храм, это все уже было запрещено, потому что именно вот эта святость, она выражала связь всего народа со Всевышним и в области общей святости. Ну, тут нужно, наверное, упомянуть, я не помню, говорили мы об этом или нет, вот эти, значит, тысячи наложниц и жены Шлому, да, при том, что детей у него было не так много, то есть этим писание для нас в сказательной форме показывает не личную жизнь царя Шлому, а то, что он именно соединяется со всеми народами, то есть задача Израиля передать знания Всевышним всем народам, да, и это нам показывается на том, что он, то есть жены как бы его являются принцессой, то есть принцесса, дочери царей всех народов, они идут в горе к царю Шлому, то есть народы посылают своих представителей, да, самых лучших, своих принцессы для того, чтобы, ну, то есть он их, получается, наполняет знанием, то есть вот это как бы мистическое соединение, то есть да, да, познание, а тут имеется в виду передачу знания народам, то есть он таким образом соединяется именно с народами и устраивает там мир. Так, ну и теперь мы приближаемся к восьмой главе, да, которая у нас уже описывает конец исправлений, ну и что происходит в главе седьмой, да, тут они уже выйдем в поле, переночуем среди деревни, да. Тут в самом начале уже два «вы» есть намек на будущее возвращение, шуви-шуви-шулами, да, о том, что будет будущее, уже на последнее издавление, последнее Гюла, она ожидает, Васильевич так расширки, пьес, насколько я помню. Да, и тут есть еще намек, что два раза «шуви-шуви», «вернись-вернись», то есть одно – это святость общности, другое – святость частности. Да, да, да. То есть они должны быть обе в совершенстве, обе святости. Так, и вот этот вопрос, да, посмотрим, мы выйдем в винограднике, посмотрим, расцвела ли лоза, развилась ли зависть, распустились ли гранаты, да, здесь описывается проверка, то есть уже готово ли все к избавлению, готово ли все к Гюле, да, потому что путь, вот этот путь исправления, он не должен происходить каким-то наскоком, как мы учили на прошлых уроках, потому что для Всевышнего там нет никаких проблем со временем. Проблема в том, что для творения, для творения это может быть болезненно, такое ускорение скорости избавления, вот, поэтому это движение происходит осторожно, чтобы не причинить лишних страданий творению. И вот об этом здесь идет речь в конце седьмой главы, да, проверка, как бы можно ли уже переходить к окончательным этапам избавления. Ну и перейдем к тому, что я перевел… Интересно, это, по-моему, у Рава не сказано, но это очень естественно, потому что и в Танахе избавление описывается в терминах растения, да. Смехат керин – расцвет. Светение земли, да, это признак избавления. Да, светение земли, но и само избавление, так сказано, о нем говорится, что оно тьмах, ну, в терминах взращивания растений. И тут мы смотрим, это тоже как бы метафора, да. Посмотреть, расцвелили там гранаты и другие плоды, это дошло ли его творение, дошел ли заль, дошел ли мир до некой минимально необходимой точки, чтобы могло осуществиться избавление. Так сколько? Да, ну, вот здесь как раз написано, да, что все эти выражения выясняют, пришел ли конец, да, ну, хороший конец. Да, да, да. Известно, что конец изгнания, а это когда узнается подведение у земли Израиля, как сказано. А, это еще дополнительная, да, связь с растением, что мы видим, что когда сказано у пророков, что когда деревья страны Израиля ветви всей распустят, то есть когда эта земля перестанет быть пустынной, заброшенной, когда здесь начнется действительно расцветать сады, то это уже неопровержимый знак избавления. И это было написано еще в том муде, поэтому интересно, что сегодня это можно проверить, убедить, что действительно у нас тут расцветают сады, значит, наверное, действительно неопровержимый знак избавления. Да, и, то есть, вот здесь устраивается эта проверка, и если все так, если там завязался виноград, там распустились цветы и так далее, тогда выйдем в поле, и там я, там я окажу тебе свои ласки, то есть имеется в виду, тогда уже становится возможным соединение возлюбленного и возлюбленной, то есть творца и творения, или там народа Израиля, и земли Израиля, вот если все это прошло проверку. И теперь восьмая глава «Кэмоцет шалом», это вот не очень просто перевести, там, как нашедшие мир или как достигшие полноты, потому что слово «шалом», оно означает также и полноту в смысле совершенства, там, «шлемут». И даже тогда нужно считаться задержками, ведь избавление предназначено не только для нас, но и для народов мира. На них возложено окончательно подтвердить избавление. То есть здесь, насколько я понимаю, речь идет о том, мы говорили, что на прошлых уроках, что процесс должен двигаться медленно, иначе, если быстро, то он болезненный. То есть здесь уже есть свидетельство об избавлении в земле Израиля, земля Израиля светет, но и здесь нужно двигаться постепенно, потому что в народах мира там еще нету каких-то признаков, там еще не расцвел гранат, не дал зависть виноград и так далее. Поэтому также здесь нужно считаться задержками, и народы мира тоже должны засвидетельствовать, то есть окончательно подтвердить избавление. И об этом здесь сказано. «Заклинаю вас, дочери Иерушалайма, зачем вы будете и зачем тревожите любовь, пока не желает она». То есть вот эти дочери Иерушалайма, они по основным комментариям, это как раз народы мира. У нас есть там основные герои, возлюбленные, возлюбленные, и вот какие-то массы дочерей Иерушалайма, и комментаторы, ну, Раши в частности, говорят, что это именно народы мира. Итак, нужно получить разрешение народов, чтобы отменить клятву. Только тогда мы сможем достичь желанной цели. И так действительно было. В декларации Бальфура на конференции в Сан-Рема было дано разрешение. То есть здесь речь идет о вот этом тройном заклятии, что не будите, то есть что евреи не могут подниматься стеной, если им не разрешают это народы. То есть народы должны дать согласие, подтверждение, что евреи могут возвращаться в свою землю. И они это подтвердили вот этой декларацией Бальфура. Ну, мне вот, например, не очень понятно, да, вот этот сам образ. Получается, что, что значит, когда народы будят возлюбленными, то есть они как-то оказывают какое-то давление на нее, чтобы она поднималась в землю Израиля. Тогда почему здесь сказано «не будите»? Ну, во всем случае, так трактует это как заглядие, не в прямом смысле, что вы ее не будите, а чтобы, в общем, не позволяйте ей… Не позволяйте ей подниматься или наоборот? Нет, ну, это же третий раз повторяется вот это вот. Это в разных местах в Широ-Шире, она повторяется, и поэтому Талмук говорит, что это как бы заглядие, чтобы они не… Чтобы народы мира… Ну, там, более широко, там, там, три заглядия, да? Израиль, чтобы они не поднимались как хума, как… То есть против воли народов мира, а чтобы народы мира не угнетали их слишком. И еще что-то я забыла. Короче, в соответствии с этим, действительно необходимо, чтобы возвращение не противоречивало народам мира, чтобы они поняли уже, что пришло время отшитых пац. Да? То есть комментарий довольно расширенный здесь, не прямое понимание. То есть как бы не будите, что… По прямому смыслу она как бы говорит о них… Если отойти от метафоры, то получается она как бы просто на своем опыте делится с девушками и говорит, вы не пробуждайте любовь, пока она еще сама не пробудилась, не возникла. Потому что только хуже будет. Надо всему свое время. Но комментарий… Комментарий… Это звучит так, что не поднимайтесь в Израиль раньше времени. Не давайте мне подняться в Израиль раньше времени. Вот мне так кажется. То есть когда… Получается так, что когда народы дают разрешение Израилю на… Как это было на декларации Барфута, на то, чтобы вернуться в Израиль, построить свое государство, это значит, что мир уже дошел до такого состояния, что он понимает, что это необходимо для него и для Израиля. Это вот состояние шатихпад, когда возникнет желание. Да? Хефец. И в Израиле, и во всем мире потребность такая, чтобы Израиль существовал. Так, мне кажется. Получается, что здесь это должно быть совместное согласие Израиля и народов в отношении этого. То есть и Израиль выражает желание подняться, и народы мира с этим соглашаются. Мне тоже так кажется, да. Так, ну хорошо. И поэтому сказано в третий раз, кто это, что поднимается. То есть три раза сказано не будите и не тревожьте, да, любовь. И три раза сказано, кто это поднимается. То есть поднимается, это имеется в виду как раз уже пробуждение, да, поднимается из пустыни в свою землю, в землю Израиля. Какой пустыня? Пустыня народов. Очевидно, имеется в виду катастрофу, но не будем углубляться в это. Это мы разбирали, да, на уроках это из 20 главы Ехескеля. Там как раз описывается, описывается такое насильственное избавление, да, которое связано вот со страданиями, в частности, что проявилось в катастрофе, да, вот это пустыня народов. Опираясь, кто это поднимается от пустыни, продолжение, опираясь на возлюбленного своего. Под яблоней разбудила я тебя, там родила тебя мать моя, положи меня как печать на сердце твое, как печать на руку твою. До сих пор возлюбленная была больна любовью, и это не есть здоровая любовь. Но теперь мы, наконец, достигли настоящей любви. И поэтому, как сказано, положи меня как печать. Печать – это то, что не стирается. Что происходит, когда есть святость общности и святость частного? Не очень понятно, да, макурэкши ешк душа токлалевых душа токлалевых душа токлалевых душа токлалевых. То есть мы до этого говорили, что для окончательного избавления важен баланс обоих святостей, общего и частного. Ну, видимо, тогда это запечатывается уже, остается навсегда. Не знаю, любовь реализуется всерьез. А, вот как. Ну да, потому что, как первый храм был неустойчивый, потому что не было святости частного. А когда уже есть святости частного общего, тогда уже все, любовь как печать, тогда уже откатов не будет. Вот такое ощущение, да. Об этом сказано. Ибо сильна, как смерть, любовь, как преисподняя люта ревность. Стрелы ее стрелы огненные, пламень Господень. Многие воды не могут погасить любовь, и реки не зальют ее. И поэтому сказано в 10-м стихе «Я стена, и груди мои как башни». То есть он описывает здесь устойчивое положение, устойчивая любовь, которая невозможно погасить, невозможно ее остановить, невозможно ее разрушить, так как разрушен первый, второй, правый. теперь уже она запечатана и ей не грозит разрушение. И далее она подтверждается текстом. «Анихума башадайки мигдалот, азайти байнайки муцель шалум». «Я стена, и груди мои как башни». То есть она выглядит очень мощно уже так возлюбленная. Она приобрела силу, она не больна уже любовью, она как стена и нет тут уже двойни газели, это Раф говорит, уже не как молодой олень, уже не как двойни газели, как башни. Ну да, вот это мигдалот, насколько я понимаю, здесь это слово означает мигдаль, почему-то тнува, видимо, какая-то башня, в которой хранится урожай, и также от слова мигдоль или мегадель, то, что растит. Ну, я не знаю, может быть, двойной смысл, потому что истинная башня это как бы ассоциируется с некоторой мощностью, даже не обязательно, что она, ее невозможно сокрушить, защита, а просто, что она, так сказать, наболась сил. Но, с другой стороны, есть действительно намек на гедуль, то есть на рост, да, в слове мигдаль. На самом деле, это как бы башня называется так, тушанагдула, она высокая. Но, с другой стороны, рам говорит, что здесь есть намек на то, что это даст плоды, что-то вырастет из этого, многозначность такая текст. Ну, у нас... Тем более, что она грудь называет как мигдаль, то есть это нечто такое сильное, что дает урожай, дает молоко, как грудь, питает. Да, на прошлых занятиях у нас еще была одна проблема, которую мы разбирали, мешающая соединиться возлюбленной и возлюбленному, это незрелость возлюбленной, то, что незрелые вот эти все плоды там описывались потом, что нужно хранить вот эти виноградники, она хранит виноградники, которые могут прибежать лисицы, а виноградники наши в цвету, то есть цвету, значит, они еще не дали плод, значит, еще не пришла зрелость, то есть они зрелые, человек не может соединиться с возлюбленным, да, и если до этого груди возлюбленные сравнивались вот с этими газелями и ланями, да, которые у нас символизировали какую-то пограничную святость, которая еще не может включиться в обычную святость, вот, то здесь они сравниваются уже с башнями, да, как с чем-то таким уже фундаментальным и укрепленным. Там, по-моему, даже было, если я не помню точно, маленькими фундаментами, 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 детенышами, может быть. Ну, ладно, не буду, я сейчас не помню. Да, да, то есть они сравнивались как раз с этими вот маленькими. живут, живут, Филмей, свия, да, элла, комикдалон. Близнячки, они как бы, например, с ягнятами, с ягнятами, больше даже. Ягняты-то другое. Другое? Ну, ягнята, это же можно приносить жертву, а тут как раз вот эти оленята, которых нельзя. Это уже такая пограничная. Афарим это же детеныши. Кишнея Афарим. То есть я только хотел быть, что они не взрослые еще. А, То есть там, где Афарим написано, это не обязательно про этих оленят. Это оленята? Ты умеешь свиять? Дети оленей. Ну, дети, ты умеешь. Близнецы оленей. Две маленьких олененка. Просто я хотела подтвердить, что там много было незрелого. И они тоже еще такие как бы незрелые. На самом деле, если мы говорим о том, что все незрелое, они еще тоже незрелые, эти самые оленят. Да, и любовь тогда была нездоровая, а теперь она уже такая, которую можно как печать положить на сердце и на руку. Так, вот почему сравнивается, почему важна вот эта грудь. Функция груди поить молоком, приносить пользу другому. Когда собрание Израиля может кормить грудью, оказывать универсальное влияние, тогда оно достигшее полноты. Вот это шалом. Она достигает совершенства. То есть какое свидетельство совершенства у этой метафоры, у молодой девушки, это полная грудь. Что значит полная грудь? Она может кормить, то есть давать другого. Кого другого, получается, в этой метафоре это народы мира. То есть она может их питать, их растить. Это является свидетельством совершенства. И если она совершенна, если она зрелая, то она может теперь соединиться с возлюбленным. Вот такая метафора песни-песни, как ее объясняет Трашир. По-моему, на самом деле и помимо всяких метафор и дополнительного смысла даже в самой истории совершенна, тут безусловно в отличие от того, что было раньше, идет речь о зрелости этой женщины. Что она уже выросла, большая, может за тебя постоять. В отличие от девушки, которая, ну, неважно, работа не приводит, еще маленькая, ей надо защищать. До этого там были брати, которые ей командовали. А теперь она сама стала самостоятельной, взрослой и сильной. Это очень сильно заметно. Это как бы очень важный момент в песне-песне. Да, но этого она достигает только в самом конце восьмой главе. Да. Виноградник был у Шлома в Бааль-Хамоне. Отдал он виноградник сторожам. Каждый должен был принести за влады его тысячу серебряников. То есть, у нас было черное, но красиво, потому что опалило солнце меня, я стерегла виноградники. Виноградники сынов матери моей, а свой виноградник не сторожил. То есть, у нас Галут описывается так, что евреи, они сторожат виноградники народов. Они развивают культуру народов и так далее. А свой виноградник свою землю, свою культуру они не развивают. То есть, здесь вот это тоже важная ситуация, она меняется. Теперь Шлома отдает виноградник сторожам. Это виноградники народов, они возвращаются. И возлюбленный говорит, виноградник мой предо мной. То есть, она вернулась на свою землю, чтобы развивать свою идентичность, свою культуру, чего не было раньше. Тысячи тебе шло, а двести стерегущим плоды его. Двести тысяч это одна пятая. То есть, Всевышний со своей стороны действует на четыре пятых, а мы делаем только пятую часть. Но в любом случае, божественное желание сделать творение партнером в сотворении мира достигло успеха. Это вот этот пример, который приводит Рафшерке, что мама готовит челнг на шаббат, и там ребенку скучно, он тянет ее за фартук, и она говорит, вот сейчас я тебе дам большую миссию, ты будешь чистить картошку к челнгу, и вот ребенка загораются глаза, он чистит картошку, и на следующее утро она говорит за столом, а вы знаете, благодаря кому у нас такой вкусный челнг, это благодаря Йоси, он почистил картошку, мальчик весь в гордости, и тут вопрос, что нуждалась ли мама в помощи мальчика, чтобы он почистил картошку, нет, не нуждалась, но после того, как она включила его в этот процесс, она уже весь этот процесс устраивает с расчетом на то, что он будет являться частью этого действия, и несмотря на то, что необходимости в этом не было, но она так захотела его включить в этот процесс, и это как раз одна пятая, которую вносит творение, но все-таки это билет на то, чтобы творение стало партнером творца, хотя он, конечно, делает все равно четыре пятых работы. Но без этого никак невозможно, это, в общем, целетворение, дать нам возможность почистить эту картошку, а без этого что мы? Субботний чонк не будет, как мне кажется. Да. из этого то, что называется «Нагама декисуфа», хлеб стыда, ее творение в будущем мире, если оно не вложило в него никаких собственных усилий, который, опять же, по милости Всевышнего, он предоставил такую возможность тоже вложиться в этот процесс исправления мира. Безусловно, это то, о чем как описывает Трамхаль, например, но есть еще и другие аспекты необходимости того, чтобы человечество приняло участие в творении. Не только потому, что это будет неловко если ему дать все бесплатно. В этом есть какой-то большой смысл, не все части, которые мы этого смысла осознаем. Так было задумано творение, оно было сделано несовершенным, чтобы человек мог довести его до совершенства. Не только для того, чтобы нам не было стыдно, а каким-то образом Всевышний нуждается в этом несовершенстве, которым мы можем продвигать и стать при этом его партнерами в мире. Без этого как бы цель творения не осуществляет. Ну да, тогда получается непонятно какой смысл тогда в творении, если творение не участвует в этом. Да, да, вот это один из смыслов творения. Во всяком так было все задумано. В том мире, в котором мы живем, иначе не бывает. и в общем-то на нас очень рассчитывают, что мы картошку почистим, иначе не будет жарковым. Итак, следующий раздел. Слушают голос твой Дни Машер. Живущие в садах товарищи слушают голос твой, дай и мне успешить его. Это обращается возлюбленный, то есть творец Нес Пасраин. Товарищи, которые слушают голос твой, это народы мира. Когда есть универсальное влияние народа Израиля на народы мира, это знак того, что мы снова стали соответствовать желанию дворца, что он предназначил нам с самого начала нашей появления в истории. Сделают тебя народом великим и благословятся в тебе все семейства земли. И поэтому, если товарищи слушают голос твой, тогда, конечно, дай мне услышать его. Значит, ты достойна возлюбленного своего. То есть, опять же, влияние Израиля на народу, передача им знания, то, что описывается в строчке «товарищи слушают голос твой», оно является свидетельством совершенства возлюбленной и готовность ее вступить в соединение со Всевышним. поэтому, если товарищи слушают голос твой, если ты оказываешь влияние на народов, если ты передаешь вот это Нижнему, тогда Вышний передает тебе, тогда он хочет услышать голос твой, и тогда, получается, уже соединяются все части творения с Творцом. Так, если так, то почему сказано в конце песни «Беги, возлюбленный мой» «Брах» это именно «убегай», то есть «убегай от меня», а не «ко мне беги». «Беги, возлюбленный, будь подобен газели или молодому оленя на горах ароман». Тут как будто все опять возвращается, после соединения опять, она уже ему говорит «беги, возлюбленный, убегай». Опять вот это сравнение с газелями и оленями. Единственное, что горы теперь становятся «харей-басамин», ароматные горы. У нас до этого было «харей-ватер», то есть рассеченные горы, как рассеченные вот эти животные. Теперь горы у нас становятся ароматными. Сказано в Талмуде о словах царя Шлома в Куэле 12.1 «Помни создателя твоего в дни юности твоей, пока не пришли плохие дни и наступили плохие годы, о которых ты скажешь, я не желал их». Плохие дни это дни старости, годы, о которых ты скажешь, я не желал их, это дни Машеха. Желаем ли мы дни Машеха? Ведь на протяжении всей истории стремление достичь дни Машеха это то, что дает энергию и надежду. Поэтому тот, кому нечего делать после дней Машеха, живет в ужасном состоянии. То есть здесь имеется в виду то же, что часто говорят на уроках, чем отличается то, что будет в будущем. Хорошая будет доля у души или у всего творения или нет. Это зависит от того, подготовил ли человек Акелим. Если он желает вот эти дни Машеха, если он к ним готовится, готовит себя, готовит царские одежды для встречи с царем по еще одной метафоре, тогда он получает хорошую долю. И, соответственно, если человек ни о чем таком не думал, то вот это соединение, вот это приход Машеха или Улам-Аббаба, вот это все хорошее, оно становится для него разрушительным. Или там солнце, когда увеличивается его свет по другим метафорам, то есть все зависит от того, построил ли тусуку, есть ли у тебя тень и так далее. То есть речь идет о подготовке, годы, о которых ты скажешь, я не желал их. Но если человек не желал, действительно, у него другие интересы, у него другие предпочтения, допустим, и если кто-то там радостно бежит на урок, сидеть на уроке с утра до вечера для него это великое счастье, я не говорю, что все мы такие, но представим такую крайнюю ситуацию, то для другого это мучительно совершенно невыносимое. Это я не хочу сказать, что весь будущий мир все вне Машех, это сплошные уроки тары. Мы не знаем, что это такое, но одни и те же вещи для правильного человека могут быть великим счастьем, а для человека неправильного или неподготовленного это ужас то, что работает. Поэтому есть еще такой по-моему псалмам прямые дороги Всевышнего и правильник пройдут по ним, а злодеи споткнутся на них. Почему? Он привык ходить по прямым дорогам, а на прямой дороге он спотыкается. А для правильных это правильный путь. Ну и также здесь, я думаю, это имеется в виду, что тот, кто солидарен с божественной целью и ждет прихода Мессии, это для него счастье большое, а тот, кому это все по первой порте, ему это не нравится. И мы иногда так увидим землю Израиля, насколько по-разному люди воспринимают жизнь в земле Израиля. Для некоторых это счастье, несмотря на всякие трудности, которые иногда бывают здесь, а другие просто ненавидят жизнь здесь совершенно и считают это каким-то захолустьем, только стремятся отсюда вырваться. Все зависит от того, от духовного мира человека, скажем так. Ну да. Да, я от одного раба тоже слышал такую аналогию, что будущий мир это уроки Тора. Если человек привык к этому, если он научился получать удовольствие от уроков Торы, то для него будущий мир удовольствие. А если человек привык ходить на дискотеки, весь этот мир, он там протанцевал на дискотеках, то для него это будет, конечно, страдание. Как вот в школе ученик сидит на уроках, если ему неинтересно, конечно, он страдает, он смотрит на часы. Это аналогия, мы не знаем, что именно имеется в виду под временем Машихи, как это реализуется. Но это в соответствии с этой аналогией, когда тебе дают возможность чистой и счастливой жизни, а ты привык к разврату, тебя тяготит. Но для собрания Израиля дни Машиха это только начало новых миров, грядущего мира в воскрешении мертвых. То есть здесь имеется в виду, что дни Машиха, грядущий мир в воскрешении мертвых, это как разные стадии геулы. И поэтому она говорит беги возлюбленный, то есть убегай. Чтобы продолжить историю любви, нужно, чтобы возлюбленный снова убегал. И мы снова стремились к нему. Для любви важна встреча и разлука. Если окончательное соединение, то уже полный конец. нет наслаждения каждой новой встречи. Поэтому разлуки в любви также необходимы. Это подчеркивает бесконечность наслаждения любовью. Означает ли это, что в дни Машиха вернутся все беды? Конечно нет. Ведь в нашем мире отдаление возлюбленного от возлюбленной слишком продолжительное. И в этом трагедия. Но в грядущем мире не так. Когда расставание будет только на короткое время. И отсюда обычно повторять в конце песни предпоследний стих. Живущие в садах товарищи слушают голос твой, дай и мне услышать его. То есть расставание только на короткое время, чтобы продолжалась любовь до бесконечности. Я не знал, что есть такая традиция после прочтения Широшри. И Куэля тоже повторяем. последний стих он выглядит как-то так. А не, не вейхи. Когда последний стих книги выглядит не очень оптимистично, мы берем ближайший стих, который выглядит оптимистично, и повторяем его. Вообще говоря, действительно, я когда-то читала лекцию, так если мы рассматриваем просто историю описанную не без комментариев там, не как это называется на русском, я не знаю, есть Машалю Немшат, не то, что стоит за текстом, на что, о чем это аллегория рассказывает, а сама история любви, описанная песней, песней, как на первый взгляд всегда кажется, это песня любви, о возлюбленной, иди ко мне, как они друг друга любят, как они соединяются, на самом деле там все идет совсем не так оптимистично, и действительно кончается на довольно грустной ноте, это как бы внимательному уху это слышно, и поэтому скажем, всякие книги, которые написаны были по мотивам песни, песни Куприн, или Шолом Орехом, ну, есть у них реминесценция, у него тоже такая история, они все трагические такие, и поразительным образом, наоборот, Кухелет, который нам кажется таким пессимистичным, он на самом деле очень оптимистичный, другая тема, что не совсем так, как кажется, и поэтому необходимо, я много раз слышала, несколько раз уже слышала лекции о песне-песне, в которых Левкор хотел все-таки убедить нас, что она не пессимистична, что на самом деле это только завершение какого-то одного этапа, когда мы понимаем, с одной стороны, Кнесса, община Израиля становится сильной, становится способной не только самой продвигаться, другие народы, а с другой стороны, очередной разрыв происходит, чтобы пойти на следующий круг, это не завершается этим все, а будет следующая итерация, но как Рам говорит, что это не уже разлука не будет продолжительной, просто мы снова осознаем, ну да, что это нормально, что есть расстояние, и пускай он бежит, а мы побежим за ним, все будет хорошо, то есть как бы такое действительно есть желание воспринимать шире шерем эту песню оптимистичной, она не пессимистична, потому что весь иудаизм он в принципе построен на оптимизме, тем более праздник свободы, выход на свободу песа, мы хотим видеть все, что все будет хорошо. Ну а я, например, не видел никогда здесь пессимистичного конца, даже не знаю, на чем он основан, то есть мне казалось, что бесконечная какая-то вот такая игра, такой флирт, без начала ее конца. Нет, нет, это не совсем так там, видно в сюжете развития, сначала вот есть такая какая-то надежда, она его привлекает, и потом они соединяются, а потом он пытается к ней войти, она почему-то не в состоянии его впустить, да, вот это глава, где Анейшина, я сплю, сердце мое не спит, но тем не менее он стучится, она меня открывает, и на этом месте происходят совершенно разрыв, дальше они уже не идут вместе, дальше они не соединяются, и кончается тем, что она говорит, ну беги, убегай, уходи. На самом деле, как сказать, по сюжету довольно грустно, если смотреть, как это развивается. Но на самом деле я как бы принимаю такую точку зрения, что надо видеть это все как некоторые циклы, которые повторятся на более высоком уровне, и у нас все будет хорошо. Предназначенное расставание обещает встречу. Да, хотя это очень грустное стихотворение, конечно. Мы его включили в комментарии на Широ Ширим и этим самым его исправили. Скажем так. Ну, очень трудно без контекста там всего, который вокруг него. Это накручен. Да, я тоже процитировал сегодня одному человеку Сарнак, говорит, что надо воспринимать в контексте, а нет. По-моему, весь способ комментарии трактования писания основан на вырывании из контекста. Начиная с Талмуда, который это как за правила взятого. Да, конечно, нет. Но это не Талмуд, а метраж. Это метод. Талмуд это книга, а метраж это метод. В какой-то момент это интересное, очень серьезное исследование, в какой момент он начинается и когда он расцветает. Именно это не себя скажем, что он полностью вырывает из контекста, мне так кажется, но есть попытка найти в тексте больше, чем, кажется, на первый взгляд. То есть воспринимать текст как некоторый закрытый сосуд, который мы должны открыть, взломать и увидеть, что там еще есть. И это содержание, оно не совсем оторвано от контекста, оно на самом деле каким-то таким определенным образом отражает контекст. если внимательно взглядывается в контексте, иногда даже фразы полностью иногда толкуются как бы совершенно противоречащие тому, как они находятся в контексте, тем не менее, всегда есть какое-то основание в тексте, есть какой-то намек. А ты не ходи за большинством ошибаться. Не иди за большинством, в принципе, когда они ошибаются. То есть такой нон-конформизм. А трактовка этого стиха говорит о том, иди за большинством, даже если они ошибаются. Прямо противоположное. Но сама структура стиха, она очень неоднозначная. И она показывает, что бывают разные ситуации, что в некоторых случаях действительно должен приведеть принципиальность и не идти за большинством. А есть некое правило становления Галахина, в котором тогда должен идти за большинством. Это как пример того, что если очень внимательно вглядываться в контекст, то Медраж не совсем от него отрывается. И комментарий Шерки тоже, я думаю, он основывается на некотором прочтении. Если не все здесь объясняет, но он основывается на определенном прочтении вот этого текста тоже. Почему он так комментирует? В истории любви, которую он видит, там тоже все это есть. Разлука, еще раз свидание, еще раз разлука, и взросление, и до бесконечности. Да. Наверное, нет, я не знаю, почему до бесконечности. Наверное, до бесконечности, но на нашем этапе мы не можем предвидеть, что там дальше, еще дальше, еще дальше. Просто наше зрение, мы можем говорить о том, о чем говорили наши пророки, например, о временах метеи или в будущем мире, но чем дальше, тем меньше мы можем понять, что там должно быть. Но это то, к чему идет цель, к которой история должна подойти. Здесь, мне кажется, просто Раф хочет сказать, что мы привыкли, что в сюжетах должен быть хэппи-энд, вот именно как конец, как какой-то предел. Мы расширим и в целом гаудаизме, в Торе, вот этот предел, он не статичен, он динамичен. То есть то, что мы принимаем как какое-то, к чему мы стремимся, на самом деле это только начало. И об этом последняя строчка расширим. Да-да-да. Здорово. Так, ну, может быть, Нахама, вы расскажете про Рава Кука? Ну, я просто хотела, это связано с тем, что было в начале, когда Рав больше уделял внимание статье Рава Кука о это делал, чтобы сказать, что в мире существуют две идеи. Он основывался на известной статье Рава Кука развитие идеи в Израиле. И там Рав Ширке упоминал, что есть две основные идеи. Идея национальная, идея божественная. И как они все время взаимодействуют в процессе истории. И дальше как бы на этом он строит свой комментарий как Широ Ширке. Я хотела показать просто начало этого. Это довольно длинная статья Рава Кука. Которая развитие идеи в Израиле. на которой основан этот комментарий. Ну да. Во всяком случае на первой части этой статьи это то, что существуют две идеи. Идея национальная и идея божественная. Но то, что я хотела подчеркнуть может мне просто показалось важной для нашей темы в принципе. Я прочту и переведу. она раион аллогий немецкая и в такой оффин галой он исстав еще в кое-кл халававот шел хеносут лекол логотега и мишпахот вегуин. Он тут пишет, что подготовка к божественной идеи находится она неважна. В разной форме. Открыт или искривленный всех сердцах всего человечества во всех его направлениях всех его семьях и во всех народах. Это в общем очень несмотря на то, что статья называется развитие идеи в Израиле, он во втором уже абзаце этой статье говорит, что это божественная идея, о которой пойдет третья. Далее она находит ее подготовка к ней, ее зачатки находится во всем человечестве, во всех людях и во всех народах. различные религиозные чувства, различные религиозные чувства, здоровье и общественное следует огромное количество всяких дел, великих дел в жизни разных народов и отдельных лиц в политике и так далее. Короче, это я сразу сказала, что я хочу привести только две строчки, которые важны для нас. Далее, когда Рав Жерки говорит о том, особенно то, что мы сегодня учили, о задаче Израиля не только самому вырасти и возмужать, быть способным передавать какие-то идеи другим народам, это все основывается на мысли Рава Гулка, что у всех народов есть к этому подготовка, у всех народов есть к этому расположение. Божественная идея стоит перед всеми народами. И больше того, она проявляется, там дальше еще есть об этом, что она не просто так есть, где-то глубоко запрятана, она уже проявляется тем или другим способом в их жизни, в их религии, в их чувствах, в делах, которые они делают, в их идеологиях и так далее. То есть то, что есть у других народов, они уже тоже в каком-то смысле проходят некоторую подготовку к восприятию этой божественной идеи. они проходят какое-то развитие для того, чтобы на каком-то этапе быть готовыми принять то, что хочет им рассказать Израиль. Ну, не знаю, на каком этапе находятся народы. Это мой пока что-то трудно сказать. Да, наверное, не расцвел виноград в городах. Трудно сказать. Либо это будет как-то неожиданно. Иногда это бывает, неожиданно, правда. скажем, образование государства Израиля, оно не на пустом месте возникло. На самом деле во всем мире возникло некоторое национальное движение, движение за освобождение колонии в Африке, в Индии, в Америке. Все это движение за освобождение, за национальную как бы свободу, оно возникло во всем мире. и на этой волне возникло государство Израиль тоже. То есть во всем мире что-то изменилось вдруг. Какие-то были когда-то восстания рабов древним временем, бывало. Но вот такое массовое движение народов стремления к независимости, оно по историческим меркам произошло очень короткое обретение этой независимости произошло очень короткий период. Это то, что Сувар называл 1840 год, который все ждали и примерно то, о чем вы говорите, началось в этот год как раз. Ну, трудно точно, наверное, да, но трудно точно сказать рамки, но тем не менее все это по историческим масштабам процесс довольно быстрый. Также, может быть, и дальше вдруг происходит какое-то изменение в мире, и начнется процесс, который по историческим масштабам пройдет быстро. Хотя, сегодня нам кажется, что это в некоторых странах, когда, скажем, смотрим на Северную Корею, что это никто знает. Ну, будем надеяться, что это произойдет в скорости в наши дни и бесполезненно. Да. Спасибо всем, кто был с нами. Мы на следующей неделе пока еще не решили, чтобы им пьем. Может быть, прочтем про День независимости Рава Шерки. Да, там, по-моему, как раз по плану дальше идет подготовка уже к Дню независимости. Ладно. Приглашаем всех, кто был с нами, кто не был с нами на следующей неделе. Следите за объявлением. Да. Спасибо, Нахама. Спасибо, Андрей. И до новых встреч.